Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии «Термин Вокс». Меня зовут Дмитрий Лебедев. А я — Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы всё так же обсуждаем традиции и обычаи наших предков, которые так или иначе влияют на нашу жизнь. А ещё говорим о преданиях, в которых эти традиции сохранились. И читаем сказки «Мрачные и волшебные». В прошлом эпизоде, вопреки всем обещаниям, мы поговорили о снах, кошмарах и толкованиях кошмаров. Есть сонники, а есть наверняка кошмарники. Мы как-то не вспомнили в тот раз, да? Да. Хотя хотели немного о другом. Вот. Зато теперь можно с чистой совершенно совестью приступить к загодя объявленной теме. Надеюсь, друзья, у вас было время подготовиться. Да, вот о том, что у фольклора нет автора, он вроде как коллективный, да? Зато есть носитель и распространитель. Они, наверное, тоже коллективные немножечко, да? Но вот как раз об этом и поговорим. Да, вот кто именно рассказывает, кто поёт, транслирует и передаёт, собственно, наше любимое и родное, и сказки, и песни, и даже былины сегодня и обсудим. Ну и начнём, наверное, немного с теории. На Втором международном конгрессе антропологии и этнографии в 1939 году такой советский фольклорист Пётр Григорьевич Богатырёв предложил разделить все этнографические факты, которые мы записываем на активно-коллективные и пассивно-коллективные. Сложно. Сейчас будем разбираться. Да, что это значит? То есть есть такие фольклорные тексты и ритуалы, которые могут исполняться любым членам коллектива. Например, поговорки, частушки, колыбельные, хороводные песни. Ну, тут, конечно, нужно помнить о полувозрастных особенностях. Например, колыбельные ненадолго входят в репертуар мам, пока у них дети растут, потом подрастают маленькие, а потом дети вырастают, и они забывают. Или даже не забывают, а как-то они у них в такой далёкой памяти пассивной и хранятся. Ну, не используются каждый день, да? Пока не станешь бабушкой, собственно, да. Как раз такая история. Никогда не знала, что у мамы в репертуаре есть колыбельные, пока она не стала действительно бабушкой. И тут она начала мне их петь, я от неё их выучила, ну, а теперь забыла. Буду ждать внуков, чтобы вновь вспомнить. Во-во, да. Но при этом это всё равно относится к активным формам бытования фольклора. Для всех, да. Для всех, и все могут, в принципе, овладеть. Это легко. А есть такие тексты и практики, которые требуют определённой квалификации или определённого мастерства. Но пассивно их потребляет весь коллектив. Ну, условно говоря, к таким как раз фольклорным текстам относятся сказки и былины. Вот, например, ты у нас, так сказать, мастер читать сказки, а я нет. А я только потребляю. Как это трогательно, да. А из практик мы уже о них говорили, например, лечение, наведение порчи, то есть такие практики колдуна или бабки. Именно вот в плане фольклорных текстов, то есть заговоры, заклинания и так далее. Ну, и какие-то действия, например, там же всё вместе. То есть, например, обычная женщина знает, что нужно что-то над ребёнком поделать. Она, может быть, даже знает что, например, не знает слова. И, соответственно, не сработает это лечение или ещё что-то. То есть вот эта вот комплексная штука, это всё равно фольклор. Конечно. Прекрасно. В широком его понимании. Во-во-во. И, значит, получается, что вот эти люди, те, которые исполняют сказки, проводят какие-то колдовские ритуалы и поют былины. А ещё позже, например, в советское время искали таких охранителей старинной протяжной песни. Вот. Они действительно считались самородками среди собирателей, и за ними буквально охотились с самого начала появления собирательской работы. То есть с 19 века. А, не только в советское, да, я что-то запутался. Ты сказал, а потом ещё и в советское время. Ну, вот в советское время именно охотились за исполнителями уже протяжной лирики, потому что она уходила. То есть чем старше, скажем, и реже встречается какой-то жанр, тем больше выискивают именно исполнители, которые там мастерски поют, мастерски сказывают, ещё что-то такое. Любопытно. Но там же ещё была такая работа в Советском Союзе, насколько я помню, это про усиление вот этой вот многонациональности и особенностей, краёв и нашей необъятной, что, собственно, вылилось в не самую здоровую и весёлую ситуацию. Но ладно, об этом потом. Да, и вот как раз русский такой этнограф 19 века Павел Николаевич Рыбников стал первооткрывателем былин Аланецкого края. Но это не именно вообще жанр былин, а первая книга была Керши Данилова. Но вот считали, что это давно исчезнувший жанр, его никто не поёт, никто уже таких песен не найдёт. И, значит, этот прекрасный этнограф был в ссылке в Аланецком крае, услышал пылины и стал их искать и записывать. И он как раз рассказывает такую историю, что за одним певцом, про которого ему рассказали, что он вообще отлично знает много текстов, во-первых, во-вторых, хорошо их помнит. Бутылка у него, правда, ещё была. О! Он охотился три года. Вот он приезжал в деревню, а бутылки след простыл. Говорят, он там в следующую поехал. Тут всё бросал, там по морям плыл, океаном, не знаю, в общем, преодолевал все преграды, приезжал в следующую деревню, а его опять след простыл. За бутылкой-то, да, господа гусары в комментариях молчим, да. И если в итоге какого-то певца такого открывали, и в XIX веке позже, ну, в общем, это тенденции такие были, то остальные собиратели начинали к ним ездить. И среди женщин особенно почитались вопленицы, иначе их называют плакальщицы или плачей, которые руководили ходом свадьбы, потому что, как мы уже говорили, русская свадьба, она с плачами. В первую очередь про слёзы, и во вторую про радость, да. Похоронами и поминками. И вот это была не какая-то там, ну, не знаю, женщина из села Иваново спела мне песню, а это действительно были такие популярные исполнители, которые вошли в историю науки. Например, из плакальщиц невероятно популярной во второй половине XIX века была Ирина Андреева Федосова. Фольклорист такой Барсов записал от неё аж трёхтомный сборник «Причитания Северного края». Ну, там, правда, есть несколько текстов от других исполнительниц, но основу вот этих причитаний составляют как раз тексты Федосовой. Дальше к ней опять поехал Рыбников, её писал Римский Корсаков, ею интересовались писатели, там, Достоевский, Некрасов. И есть рассказ Горького, который как раз ей посвящён, и называется он «Вопленица». Любопытно. Вот, Горький присутствовал на её концерте и свои впечатления он как бы сложил в текст. И я вот протестирую, потому что, мне кажется, лучше передать невозможно. Какое впечатление вообще эти вопленицы производили на такую интеллигенцию городскую, вот эти самородки. Её, значит, характеризует сначала импресарио. Орина, усердно надавливает он на О, с 14 лет начала вопить. Она хрома, потому что, будучи восьми лет, упала с лошади, сломала себе ногу. Ей 98 лет от роду. На родине её известность широка и почётна. Все её знают, и каждый зажиточный человек приглашает её к себе повопить на похоронах, на свадьбах, а иногда и просто так, на вечёру, на именинах примерно. С её слов записано более 30 тысяч стихов, а у Гомера в Илиаде только 27 815, между прочим. Плодовита и богата земля русская на самородке-то. Да, и эмоции действительно эти исполнители собирали, и исполнители собирали большие залы, потому что эмоции, которые они вызывали, переполняли людей. И получается, что такие люди становились с состоянием культуры. Так вот Федосова была награждена серебряной медалью за обогащение русской народной поэзии и даже дипломом Академии наук. Вот такая старушка, да? Вдумала ли она, да? Вот и я тоже так. Что её обычные песни, которые она привыкла, скольки, с 11 лет петь, так понравятся вот этим вот интеллигентам городским. И, конечно же, вот устраивали концерты в столицах, в Нижнем Новгороде, в других городах. И эти все концерты организовывал такой тоже учитель и фольклорист 19 века Павел Тимофеевич Виноградов. И даже об этих выдающихся сказителях есть статьи в Википедии. То есть понимаем, да, вот насколько они были распиарены в то время. Не дурно. Рок-звёзды, но да, по тем временам. Ну, тут стоит сказать вообще, что такое бы причитание, как они... Вот столько строк, да, допустим, одно причитание, может быть, 540 строк. Запомнить довольно-таки непросто, да. Просто. Почему? С одной стороны, причитание считается импровизационным жанром. Но, с другой стороны, он, конечно, основан на формулах. То есть, как бы создавая текст, исполнитель запоминает, не рассказывает его наизусть. Но опирается на клише, на какие-то устойчивые выражения, на ещё науки называют общие места, которые не он сам придумал, а накоплены были традицией. И он ими пользуется, как бы за эти рамки не выходит. И именно вот это нанизывание вот этих формул помогает ему воспроизводить такие большие куски текста. Любопытно. Это, собственно, ну как, и подстраивает он в импровизационной именно части к происходящему ныне и вот сейчас, к конкретному человеку. По-моему, с Илиадой как раз, которую вот сравнивали, да, там же тоже по одной из версий это был исключительно набор формул. То есть, там вот сюжетные повороты есть, устоявшиеся метафоры есть, там шлемоблещущий Эктор. И дальше их нанизывали-нанизывали и дополняли какой-нибудь тоже эффектной импровизацией при исполнении. Ну, вот я хотела чуть позже об этом поговорить, но ровно благодаря эпосу живому южнославянскому, и как раз была открыта формульность Илиады и Одиссей, и было доказано, что это не литературные произведения, а это фольклорные произведения. А Гомер был не автор, а именно сказитель. Ну, и был ли он вообще, это слушайте другой подкаст в студии Терминвокс, мифы, третий сезон. Ну, как минимум, от ряда подкастов, от ряда сказителей эти тексты были записаны. Да, действительно, интересно, и слушайте другой подкаст. Да. Ну, помимо плакальщиц, к мастерам слова, конечно, относят сказителей. И вот под этим общим термином имеют в виду и старинщиков, или старинщиков, по-разному ударения используют. То есть те, кто сказывает «старины», это правильный термин «былин». «Былины» — это термин научный. То есть в научный оборот его ввели исследователи. А люди в народе говорили «старины». Почему, в общем-то, «старины»? Потому что эти тексты отсылают к древним временам. Но не обязательно историческим. То есть считается, что события, которые происходят в «былине», они действительно были. Просто очень-очень давно. То есть такое квази-историческое прошлое. Ну, в принципе, и «былины» тоже, да. Ну, в общем, слово пришло из произведения «Словополку Игореве», и как-то вот он всем понравился. И они начали его использовать. Почему бы и так, да. Да. Ну и помимо, значит, вот этих старинщиков, подсказителями ещё и понимаются, собственно, сказочники. Те мастера, которые рассказывают сказки. И уже в XIX веке, когда исследователи начали записывать традицию, таких исполнителей был, конечно, перечёт. Мужиков, которые знали «былины» и «сказки», артели брали с собой, когда уходили на рыбный промысел или лес валить. Потому что, условно говоря, непогода. Что делать? Вот садятся они в избушке и слушают «былины». А ты, Никола, будешь у нас с телевизором. Да-да-да, рассказывать. Ну, либо просто вечером, допустим, световой день не такой большой, особенно если это осенью дело происходит. Что-то, опять же, нужно делать вечером. И обычно вот сказители не участвовали в тяжёлой работе. То есть они там не валили лес. Они там могли по кухне какие-то заботы днём, пока все тоже заняты. А вечером они действительно рассказывали. Но при этом прибыль... Ему же работать, да, конечно, пока все отдыхают. При этом прибыль делили поровну. Потому что, в общем-то, это очень ценилась такая, можно даже сказать, профессия, да? Какие-то профессиональные навыки. И интересно, что в некоторых местностях о сказителях ходили слухи, что они, конечно, знаются с дьяволом или с чёртом. Как обычно. Ну да, мы про профессионалов уже говорили. И в некотором смысле это действительно тоже обладание мастерством всегда связывается с потусторонней силой. И часто тоже, например, колдуны в некоторых деревнях действительно умели петь старины. И вот тут всё исходилось. Откуда у тебя такой специфический навык? Да, в общем, логично, как обычно. Интересно, что вот когда мы сейчас приезжаем в экспедиции, да, мы записываем сведения, конечно, от бабушек, все их имена, отчества, записываем их биографии, но никогда это не публикуем. Чаще всего мы даже вообще шифруем имя, отчество, фамилию, остальным, например, год. А вот в XIX веке внимание к сказителям было вообще невероятно велико. Сначала, когда фольклор начали публиковать, их точно так же, как и мы, публиковали безымянно, даже без сведений часто где записали. А потом, когда вот этих сказителей-то открыли, люди подумали, что это, в общем, такие... Ну, новые рок-звёзды. Да, действительно, звёзды, о которых стоит рассказать всем. Ну, конечно же, не жителям деревни, которые так о них знают, а людям в городе. И, значит, такой, опять же, фольклорист Александр Фёдорович Гильфердинг в «Онежских былинах», которые вышли у него в 1871 году, располагал весь материал не по жанру, ну, или там не по сюжетам былин, а именно по исполнителям. Он публиковал фотографию, рассказывал их биографию, кто они, откуда научились, что делают, и затем публиковал тексты, которые от них он записал. А почему, в общем-то, этот Гильфердинг вообще поехал с былинами? Недавно туда ездил Рыбников, собрал большое количество былин, но ему никто не поверил. Все говорят, а они исчезли, их нигде нет. И тут рядом, считай, около Петербурга, находят целый край с былинами. Поэтому он поехал, в общем-то, проверить. И действительно, он нашёл около 70 человек, записал от них большое количество былин, и всего 5 человек были грамотными. Это тоже очень важно. Что, собственно, говорит о том, что это исключительно устная штука. Только 5 человек могли это где-то прочесть, а все остальные, это, получается, уже выудили из остальных. Да, получается вроде бы так. Ну и что заметил наш собиратель? Во-первых, исполнителями былин чаще всего бывают люди, которые занимаются каким-то ремеслом. Портные, например, или сапожники, или как раз изготовители рыболовных сетей. И они тоже заимствовали такие тексты от людей, которые занимаются этим ремеслом. В общем-то, потому что время позволяет. Вот ты сидишь там, сеть плетёшь, сказываешь, такие медленные работы очень. Это же, получается, подкастинг дореволюционный в чистом виде. Потому что пока руки заняты, уши свободны, и вуаля, и ты не бегаешь никуда, не прыгаешь, ничего. Сидячая классная работа. И мозг свободен для восприятия, да. Да, и он записывал не только мужчин, но и, конечно же, женщин. Вот, например, Рыбников, который был до него, он заметил, что женщины исполняют другие сюжеты и помнят всего 2-3 былины, в отличие от мужчин, которые обладают таким разнообразным репертуаром. А вот когда поехал Гельфердинг, он говорит, да нет, бабы исполняют такие же мужские сюжеты. И, в общем-то, а мужики, наоборот, исполняют якобы бабьи-старины. То есть такого полувозрастного деления нет. Действительно, существует такая идея, что вот мужики пьют былины. Но нет, такого не было. Что интересно, он, как и Рыбников, записывал тексты от таких знаменитых сказителей. Опять же. Да, и они оба, например, приходили к Рябинину Трофиму Григорьевичу. Что о нем известно? Ему было там 78 лет. Как вообще он выучил эти былины? Сначала он выучил там от старика, с которым как раз вместе ладил сети. Потом у него дядя был знатным сказителем. Он от него несколько сюжетов выучил. Дальше по жизни он еще встречал пару стариков, от них перенял другие сюжеты. Ну и так далее, в общем-то. Такой у него репертуар довольно широкий. И как раз Гильфердинг придумал пригласить его в Петербург. И выступление состоялось в российском географическом обществе. Вся интеллигенция пришла его слушать. Это было просто культурное событие 1871 года. Диковинка еще плюс ко всему такая. Да-да-да, действительно, это было невероятное что-то. И вот этот сказитель стал родоначальником целой сказительской династии. Талант отца перенял сын. Его тоже, кстати, вывозили в Петербург. И его впервые в Москве записали на фонограф. То есть, в принципе, эти былины можно послушать. Даже сейчас они в интернетах лежат. Пишите в комментариях, давайте ссылки, да. Да, он даже пел для Николая II. Представляешь, этот уровень, да, интерес. Ну, тут понятно, что император таким образом как бы показывал, что он проявляет интерес к этому вот самому народу. Ну, у него и Распутин при дворе жил. Но любим мы его не только за это. Это правда, да. Да, и, между прочим, он пожаловал сказителю золотую медаль, часы. И у него даже были зарубежные гастроли. Да, и Болгария, Сербия, Вена, Прага, Варшава. Вот, дальше его линия не прервалась. Былиный пел его пасынок. И затем, получается, сын Пётр. Вот, такая вот интересная история. Люба поэта. Но вот это внимание к личности исполнителя продолжалось и в советские годы, о чём мы уже немножко говорили. Например, я думаю, многие из наших слушателей читали сказки Куприянихи, довольно известной такой сказочницы. Вообще она Анна Барышникова. В 70 лет её приняли в Союз писателей. Такая вот история. В Воронеже она жила, там, в Воронежской области. Её открыли ленинградские фольклористы, записали более 50 сказок. И тоже привозили в Москву в 1937 году, и тоже всё показывали. Но что здесь интересно, появилось кое-что новое. Она стала сочинять новые сказки и новые сказы, и плачи на советские сюжеты. Ох ты ж. Например, там, Москва красная, столица прекрасная. В угоду времени, да, это. Фольклор, между прочим, это большое оружие пропаганды было. Естественно, да. И поэтому с этими прекрасными сказителями сидели специальные работники, которые помогали им писать новые былины. И одна из таких сказительниц Марфа Крюкова придумала для них название «Новины». «Новины». Ну, были «Старины», стали «Новины». Да-да-да. В общем, всё понятно. Значит, и целая книга «Новины» её вышла в 1937 году, которая состояла из трёх произведений. «Сказания о Ленине», «Чапай», «По колен борода» и «Ясный соколы». И, в общем-то, стилистика была такой же, что и в «Былинах». Вот если мы там кусочек прочитаем, «Ясно, Зорюшка занималась», «Друзья мудрые опять сходились», «Первый вот был всё Ленин свет», «А второй вот его верный Сталин друг», «Скоро-скоро зазвали они крепкую партию», «Крепкую партию большевистскую». Ну, в общем-то, вот такой речитатив, но только... Раскушно это всё звучит. Но при этом, что интересно, Митя, они же не стали фольклором. Ну, конечно, это так не работает немножечко, да. Это искусственное, это создание на заказ, а фольклор — это всегда на потребление. Это от души, во-первых. Я, извиняюсь, я помню, ты вот рассказал про всё это появляющееся. Был у нас у семьи большой-большой друг, старый, такой, знаешь, старый советский литератор. Он тоже в Союзе писателей был, тоже всё. Он рассказывал потрясающий способ заработка его коллег, которые в какой-то момент получали стихотворение каких-нибудь наших больших друзей-соседей. То есть там «Великий монгольский поэт» или там «Великий бурятский поэт», «Новосоветский» именно. Они писали про каких-то там лошадей, про какую-то там степь, про какой-то ковыль и так далее, которая напрочь никому не уперлась абсолютно. Но они это переводили только с лёгкими неточностями. И там писали, как «Великий монгольский поэт» пишет о том, что «Над степью восходит светлое солнце Сталин». И, собственно, на монгольском коне скачет ко всему. Они это всё переводили, они это всё отдавали сведущим лицам, получали за это весьма неплохие деньги. И, собственно, партия могла говорить «Посмотрите, вот наши друзья, наши соседи» и «Вождь и учитель народов». Про нас складывают песни. Это, конечно, если ты уже стал элементом фольклора, это дорогого стоит. В целом это памятник при жизни, нерукотворный, да. И, опять же, про былины. Они, конечно, как мы поняли, тоже складываются и рассказываются. Такие огромные тексты с помощью формул тех же самых общих мест, эпизитов повторяющихся. А главное, это ещё и ритмическая структура. Это, конечно, они так сказываются именно напевно. Не поются, но такой напев. «Ой, вы, го, еси, люди добрые, люди добрые, справославные». Да-да-да, конечно. И эти формулы, интересно, что как, в общем-то, сказитель овладевает мастерством. Он сначала слушает вокруг всех этих других сказителей, набирается формул. Потом его как бы второй этап становления, долго это довольно, конечно, процесс происходит, это он уже при людях исполняет какую-то свою былину, да, уже используя те самые формулы, но он не повторяет тот текст, это не заученный текст. И действительно, талантливый сказитель, он никогда не заучивает текст наизусть. Он вот действительно умеет это всё комбинировать и, в принципе, подставлять и нужные реалии. Вот поэтому, в общем-то, новины так легко и рождались. Ну, тут важно ещё, вот мы поговорили и про тех, кто сказывает былины, и про тех, кто рассказывает сказки. Но есть такие всем нам известные сказки с богатырскими сюжетами. Да. Там, где Илья Муромец вроде бы герой, что делать с ними, в общем-то? И они, причём, они же не рассказываются таким вот именно образом, они написаны, как написаны, да. Они становятся прозой, конечно. Ну, значит, получается, что былины, главное отличие, они опираются на квази-историческое прошлое. Мы думаем, что эти события когда-то всё-таки случались. Сказка у нас чистый вымысел. Главное отличие. В некотором царстве, в некотором государстве, а тут всё-таки Чернигов какой-никакой-то есть. Есть Киев, есть Владимир. Какие-то исторические реалии сохраняются. Ну и, конечно, враги. Дальше. Герой волшебной сказки всегда действует в личных интересах. Ему, в общем, неинтересно, что там в государстве происходит. Невесту обязательно нужно, коня какого-нибудь златогривого. Да-да-да, совершенно точно. А герой былины, он, конечно, защищает государство. Вот, да. Мне за державу обидно. Ну или там народ некоторый. Дальше. Герой волшебной сказки побеждает при помощи волшебной силы. Ну а в эпосе, благодаря силе, она, конечно, тоже такая преувеличенная. Но эта сила у меня в руках. Своя, да. У меня в кулаках. Человеческая, хоть и преувеличенная. Личная, да. Ну и там полученная какими-либо способами, либо, да, врожденная. Но при этом, вот мы уже говорили, что былина ритмический текст, но иногда встречаются всё-таки былинные тексты прозаические. Тут надо различать сказку о богатырях и всё-таки былину в прозе. Значит, что нам поможет, как поможет различить? Например, если Илья Муромец встречается с бабой Егой, побеждает змея, а потом добывает себе невесту, понятное дело, это сказка. Это сказка, да. Несмотря на то, что герой там у нас былинный совершенно. И, конечно же, в большинстве сказок исчезает всякая историческая приурочность. Там ни Киева уже тебе нет, ни Владимира. Он действительно в некотором царстве, в некотором государстве никакого нашествия татар. И даже если Илья Муромец или Алёша Попович сражается всё-таки за государство, но в конце концов получает невесту, и всё заканчивается свадьбой, это всё-таки уже сказка. Всё испоганили. Такая былина хорошая была. Исследователи говорят, что это разрушение жанра, потому что, в общем-то, как будто бы в историчность событий перестают, тех самых былинных событий перестают верить. Но тут ещё есть такой факт, что вот эти сказки о богатырях люди рассказывали в том числе и в XIX веке, не то чтобы это вот прям только сейчас появилось. И даже наш любимый тенишевский корреспонденты присылали списки книг, которые они находили у крестьян. И там были, например, Илья Муромец, ещё кто-нибудь, богатырские сказки. То есть они заимствовали их уже из печатной литературы, которые книги эти вот эти маленькие, о которых мы тоже уже говорили, выпускались там большими тиражами в типографиях, обработали интеллигенты, те самые, которые их послушали. Такой круговорот получался. А потом эти... Автор не так всё придумал, я сейчас поправлю, да. Ну, надо было публиковать, например. Конечно, конечно. Ну, такие... Это же, получается, дешёвые очень книжечки. Это не собрание фольклористов, а просто дешёвая книжка, чтобы народ читал и быстро покупал. Вот такая у нас история получается. Любопытнейшая, да. Ну, собственно, а давай как раз попробуем понять, что у нас сейчас, получается, будет. Это былина, или это всё-таки сказка, или это нечто среднее между сказкой и былиной. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик со старухой. Было у них трое сыновей. Самого младшего звали Иванушка. Жили они, не тужили, работали, не ленились, землю пахали, пшеницу сеяли. И вот однажды разнеслась по всему этому царству-государству весть, что сбирается чудо-юдо поганое напасть на него, всех людей истребить, города и сёла огнём пожечь. Опечалились старик со старухой, загоревали, а старшие сыновья принялись утешать их. Не горюйте, батюшка и матюшка, выйдем мы против чудо-юдо, будем биться не на жизнь, а на смерть. А чтоб вы о нас не тужили, вон пусть Иванушка дома остаётся, молот он и шо, воевать. Э, нет, не пристало мне дома сидеть, вас дожидаться, и я пойду биться с чудо-юдо. Не стали старик со старухой отговаривать Иванушку, а собрали сыновей в путь дорогу. Взяли братья сабли булатные, котонки с едой, сели на добрых коней и отправились в путь. Ехали они, ехали, доехали до одной деревни. Смотрят вокруг неживой души. Всё разорено и сожжено. Одна только избёнка уцелела, да и та вот-вот развалится. Вошли братья в избушку, а там на печи старушка лежит и охает. Здравствуй, бабушка. Ой, здравствуйте, добрые молодцы. А куда путь держите? Едем мы, бабушка, на речку Смородину, на Калинов мост. Вот хотим сразиться с чудо-юдо, не пустить его на наш землю. Ой, молодцы. Да, взялись-то вы за дело трудное. Эти он злодей уже все ближние царства разорил, людей полонил и предал лютой смерти. В этом краю, наверное, одна только я и осталась. Отвидно, не гожусь в пищу, чудо-юдо-то. Братья переночевали в избушке, а наутро встали и поехали дальше. Доехали до реки Смородины, до Калиного моста. Смотрят, весь берег усеян человеческими костями. Нашли братья неподалеку от моста, брошенную людьми избу, и решили в ней остановиться. Братья, приехали мы в чужедальнюю сторону, должны держать ухо вострое и смотреть в оба, чтобы не проехало чудо-юдо по Калиново мосту через речку Смородину. Будем по очереди, выходить на стражу. В первую ночь вышел на стражу старший брат. Походил он по бережку, поглядел на реку Смородину, кругом тихо, никого не видно, не слышно. Лег он под ракитов куст и уснул крепким сном. А Иван лежит в избе, не спится ему, ни сон его не берет, ни дремота. Как перевалило время за полночь, взял он саблю булатную и пошел на реку Смородина. Смотрит, лежит под ракитовым кустом старший брат и спит, храпит. Не стал Иван будить его. Спрятался под Калиновым мостом, сидит и слушает, не проедет ли кто. Вдруг вода в реке заколыхалась, орлы на дубах закликотали, выезжает на мост чудо-юдо шестиглавый змей. Когда ехал до середины моста, конь под ним споткнулся, ворон на плече встрепенулся, сзади черный пес ощетинился. Ай, что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепыхаешься, песья шерсть щетинишься. Али почуял Ивана, крестьянского сына, не родился он еще, а коли родился, мал он еще воевать. Положу я его на руку, а другой рукой прихлопну, в лепешку расшибу. Не похваляйся, чудо-юдо поганое, не поймав ясно сокола, нечего перья ему щипать, не повидавшись с молодцем, нечего его хаить. Давай, померимся силой, кто кого одолеет, тот и будет похваляться. Вот съехались они, да так сшиблись, что земля под ними застонала. Взмахнул Иванушка саблей и срубил змею три головы. Погоди, погоди, Иван, крестьянский сын, давай, давай отдохнем. Какой тут отдых? У меня всего одна голова, а у тебя, чудо-юдо, еще три. Вот как останется у тебя одна голова, тогда и отдохнем. Опять сошлись они и сшиблись. Иван, крестьянский сын, отрубил змею и другие три головы. Потом разрубил его туловище на куски и побросал в реку смородину. А все шесть голов спрятал под калиновым мостом. Воротился в избу и лег спать. На утро приходит старший брат. Иван спрашивает, ну что, братец, не видал ли кого? Да никого не видел. Даже муха мимо меня не пролетела. Иван только промолчал. На другой день пошел на калинов мост средний брат. Походил немного, а кругом тишь да гладь. Тогда залез он в кусты и уснул. А Иван уж и не надеялся на него. Встал после полуночи, оделся, взял свою острую саблю и пошел на реку смородина. Спрятался под калиновым мостом сидит и ждет. Вдруг вода в реке всколыхнулась. Орлы на дубах закликотали. Едет чудо-юдо девяти главый зверь. Въехал он на калинов мост. Как вдруг конь под ним споткнулся. Ворон на плече встрепенулся. Сзади черный пес ощетинился. Хлестнул змей коня по бокам, ворона по перьям, а пса по ушам и спрашивает. Что ты, конь мой, спотыкаешься? Что ты, ворон, встрепенулся? Что ты, черный пес, ощетинился? Может, почуяли Ивана крестьянского сына? Да ведь он еще не родился, а коли родился негоден еще воевать, я его одним пальцем раздавлю. «Погоди, погоди, Чудо-Юда! Не сделав дело, не похваляйся! Поглядим, кто кого одолеет!» Взмахнул Иван мечом раз, другой, покатились по земле шесть змеиных голов. А Чудо-Юда, как ударит Ивана, по колени его в землю вогнал. Схватил Иван горь с земли и бросил змею в глаза. Пока тот свои глазища протирал, сбил ему, Иван, три оставшиеся головы. Потом разрубил туловище Чудо-Юда на куски и побросал в речку смородину. А девять голов спрятал под калиновым мостом. Потом воротился в избу, лег и уснул. Наутро приходит средний брат. «Ну что, не видал ли кого ночью?» «Э, никого не видал. Даже комар мимо не пролетел». «Ну, коль так, пойдемте со мной, дорогие братья. Покажу я вам муху, покажу вам и комара». Привел Иван братьев под калинов мост и показал им змеевые головы. «Вот, вот какие мухи и комары ночью здесь летают. Вам не воевать, вам в постели полеживать». «Да ты, понимаешь, сон нас одолел». «Вот видно, без колдовства-то и не обошлось». «Эх, да чего уж там. Вот что, братья, третья ночь уж близится. Выхожу я на лютый бой. Не ложитесь спать. Как услышите мой свист, отвяжите коня моего, а сами спешите мне на подмогу». «Вот пришел Иван крестьянский сын на речку Смородину, спрятался под калиновым мостом, сидит и ждет. После полуночи задрожала земля, вода в речке всколыхнулась, поднялся над дорогой вихрь, орлы на дубах закликотали. Выезжает чудо-юдо двенадцатиглавый змей. Все его двенадцать голов шипят и огнем пышут. А коню этого чудо-юдо двенадцати крыл с медной шкурой и железными хвостом игривой. Только въехал чудо-юдо на калинов мост. Как под ним конь споткнулся, ворон на плече встрепенулся, сзади черный пес ощетинился. Рассердился чудо-юдо двенадцатиглавый змей и говорит «Ах, что ты, конь, спотыкаешься? Что ты, ворон, встрепенулся? Что ты, черный пес, ощетинился? Может, почуяли вы Ивана крестьянского сына? Так он еще не родился. А коли родился, не годится воевать. Только Дуну от него и следа не останется. Не сделав дело, не похваляйся. Ах, так это ты, Иван крестьянский сын, зачем пожаловал? На тебя поглядеть, да силой с тобой померятся. Ах, тебе ли со мной силой мерятся? Ах, да ведь ты же ровно муха передо мной. Пришел я сюда не беседовать. Пришел я на смертный бой, чтобы народ от тебя, злодей, избавить. Взмахнул Иван мечом булатным и сбил змею три головы махом. А змей подхватил три свои головы. Чиркнул по ним огненным пальцем. Все головы тут же приросли, будто и век не падали. Худо пришлось Ивану крестьянскому сыну. Оглушает его чудо-юдо громким шипеньем. Огнем обжигает. Мечет в него искры. По колено в землю вбивает. Да еще насмехает. Не хочешь ли, Иван, крестьянский сын, дух перевести и опомнится отдохнуть немного? А какой тут отдых. Я одно знаю. Бей да кали, руби да себя не жалей. Свистнул Иван и бросил рукавицу с правой руки в избушку, где братья остались. Зазвенело разбитое окошко, а братья-то спят, ничего не слышат. Собрался Иван силами, размахнулся мечом и срубил змею шесть голов. А змей его по пояс в землю вогнал. Подхватил свои головы, чиркнул по ним огненным пальцам. И приросли они, будто век не падали. Видит Иван худо дело. Снял он рукавицу с левой руки, бросил в избушку. Разошлась крыша тесовая, а братья спят, ничего не слышат. Размахнулся Иван мечом и смахнул змею девять голов. А змей его по самые плечи в землю вогнал. Подхватил свои отрубленные головы, чиркнул по ним огненным пальцам. И приросли они, будто век не падали. Снял тогда Иван свой шлем, бросил его в избушку. Зашаталась она, чуть было не развалилась. Проснулись, наконец, братья. Слышат, конь Иванов ржет громко. Сузды рвется. Побежали тогда братья на конюшню. Отвязали коня и сами следом за ним побежали на подмогу Ивану. Прискакал Иванов конь к Калинову мосту. Накинулся на чудо-юдо и давай бить его копытами. Заревел змей, зашипел. Дыхнул на коня огнем, искрами огненными. Иван, крестьянский сын, меж тем из земли вылез, изловчился и отрубил змею огненный палец. А там принялся рубить и головы. Срубил все головы до одной. Разрубил в куски туловище и бросил в речку смородину. Ты как, братец? Ты смотри, живой! Ей-богу, живой! Фух! Ай, эх вы, Соня! Ай, из-за вас я чуть было голову не сложил. Фух! Братья взяли Ивана под руки, отвели в избушку, умыли, накормили, да спать уложили. Наутро Иван встал, принялся одеваться да обуваться. А куда это ты так рано собрался? Тебе ведь надо хорошо отдохнуть. Пусть такого-то лютого боя. Нет, братцы, не до отдыха мне. Обронил я у Калиного моста свой платочек. Пойду поищу его. Платочек, да? На кой тебе? Не ходи уж. Мы в город приедем, другой купишь. Нет уж, мне этот нужен. Пошел Иван к речке Смородине, да перешел по Калинову мосту на другой берег. Шел он, шел и увидел каменные хоромы, чудо-юдо. Прокрался он тихонько к открытому окошку. Слышит, разговор идет. А в хоромах сидела мать змеев, старая змеиха, а с ней три змеевых жены. Они все говорят, да ядом пышут. А старая змеиха слушает, да кивает. Отомщу я Ивану-крестьянскому сыну за моего мужа. Когда он поедет с братьями домой, забегу я вперед. Напущу на них зною и жару, а сама обернусь колодцем. Захотят они воды напиться. Я с первого же глотка разорвет их, разорвет. Это ты хорошо придумала. А я забегу вперед и обернусь яблоней. Захотят они отведать яблочек. И с первого же кусочка разорвет их на честь. И ты хорошо придумала. А я забегу вперед и напущу на них сон и дремоту. А сама обернусь мягким ховром с пуховыми подушками. Захотят братья прилечь отдохнуть. Но как только лягут на ковер, сразу же сгорят, сгорят в огне. И ты хорошо придумал. Но если вы не сможете погубить братьев, я завтра сама догоню их. И проглощу. Воротился Иван к братьям. Ну что, нашел свой платок? Нашел. Ой, долго ж ты искал его. Не стоило из-за него столько времени-то терять. А я думаю, стоило. Стоило. Сели братья на коней и отправились домой. Ехали они по степи, ехали по лугам. И вот стало очень жарко и знойно. Захотелось братьям пить, просто сил нет. Смотрят, стоит в степи колодец. А в нем серебряная ведерко на цепи. Давай остановимся. Сами напьемся студеной водицы и коней напоим. Этой подождите, неизвестно еще, какая вода в этом колодце. Может и не годится она для питья. Спешился Иван. Вынул из ножен меч. И давай рубить колодец. Застонал колодец, завопил страшным голосом. И в тот же миг туман разошелся. Жары и зноя как не бывало. И жажда прошла. Ну, видали, братья, какая в колодце вода была? Поехали братья дальше. Долго ли, коротко ли, видят, растет у дороги яблоня. А на ветвях у нее висят спелые румяные яблоки. Только братья спрыгнули с коней, чтобы нарвать себе яблочек. Как Иван бросился вперед и начал рубить ветви мечом. Только стон да треск пошел. Ну, видали, братья, какая это яблоня? Худо бы вам пришлось от ее яблок. Сели братья на коней и поехали дальше. Дорога дальняя, притомились. Смотрят, лежит средь поля мягкий ковер. А на нем пуховые подушки. Ой, давайте-ка на ковер приляжем, а отдохнем малость. Нет, братья, не будет мягко нам на этом ковре. Да что ж ты распоряжаешься-то все, а? Того нельзя, этого нельзя. Промолчал Иван. Снял с себя пояс и бросил на ковер. И в тот же миг вспыхнул пояс огнем и сгорел. Даже золы от него не осталось. Видали? И с вами то же самое стало бы. Подошел он к ковру и принялся рубить его на куски. Застонал ковер, завопил. Разбросал Иван куски ковра по полю и говорит. Зря вы, братцы мои, милые, на меня сердились. Не колодец это был, не яблоня и не ковер, а змеевы жены. Хотели они нас погубить, да сами и погибли. Поблагодарили братья Ивана и поехали дальше. Вдруг небо потемнело. Ветер поднялся, завыл, засвистал. Смотрят братья. Летит к ним сама старая змеиха. Раскрыла огромную пасть. Хочет проглотить Ивана и его братьев. Вдруг видят они, впереди кузница стоит. А в ней двенадцать кузнецов работают. Здоров, кузнецы! Спрячьте нас у себя! Гонится за нами старая змеиха! Кузнецы впустили братьев, заложили дверь двенадцатью засовами железными и навесили на них двенадцать замков железных. Подлетела змеиха к кузнеце. Эй, кузнецы! Выдайте мне Ивана, крестьянского сына, и его братьев! А так, ежели сумеешь слезать языком двенадцать засовов для замков железных, то ты и сама до них и доберешься. Принялась змеиха лизать железные засовы и замки. Лизала, лизала, слезала вчистую одиннадцать засовов и замков. Устала, села отдохнуть, а Иван вылез из окна кузнецы, подкрался к змеихе, поднял ее в воздух, да как ударит озимь! От змеихи только пыль одна осталась, да и ту ветер развеял. С той поры не появлялись больше в тех краях страшные змеи. Стали люди жить без страха. А Иван крестьянский сын и его братья воротились домой к отцу с матерью и зажили лучше прежнего. Землю пахали, пшеницу сеяли и до сих пор живут. Такая вот получается... Да, что? Если не сказка, если не былина, если не... Да, это... Как это можно назвать, получается? Ну, и мне кажется, что в принципе можно сказать, что это с одной стороны сказочный сюжет, но с другой стороны тут соединилось все. Но при этом что в финале? У нас нет никакой свадьбы. Да, и, собственно, и личного-то мотива у него никакого нет. Да, все-таки за государство человек борется. Несмотря на то, что имя-то у него как раз сказочное. Не богатырское, да. Наоборот, все поменялось. Вот, вот, вот. Местами. Ну и опять же нет никакого волшебства. Ну, с другой стороны, есть вот эти вот полусказочные товарищи вроде змеев. Персонажи. Да, персонажи. Но и то они как бы волшебной силой не обладают, кроме, наверное, вот этого огненного пальца. Тут и гидра, видимо, ночевала так или иначе, древнегреческая и так далее. Ну, интересно, конечно же, встречаются в фольклоре тексты, которые сложно так или иначе отнести к какому-либо жанру. И тут лучше всего всегда спрашивать у сказителя. Как ты, мол, его назовешь? Я где-то, собственно, слышал слово такое «побывальщина», которое нечто среднее между как раз тем и этим. Да. Допустим, это будет «побывальщина». Собственно, Калинов мост, река Смородина, да и сами змеи, они напрямую из былин и заимствованы. Это, в общем, да, хорошее дело. Калинов мост и река Смородина, это же, собственно, граница между миром тем и миром этим. Это граница. Вот. И, собственно, на этой-то границе как раз всё и идёт. Да, что-то мы уже заговорились, по-моему. Граница. Граница и этого выпуска тоже, да. Выпуск 10 в этом сезоне. Да, это выпуск 10 в этом сезоне, но 9 только со сказкой. А значит, сезон потихонечку подходит к концу, но ещё не подошёл. Мы в дальнейшем обо всём обязательно скажем, а пока что у нас есть возможность сварганить ещё один замечательный эпизод на следующей неделе. Тем более, Надя, лето на дворе, а на носу самый летний народный праздник. Его мы тоже, кстати, не раз обещали обсудить. И вот, я думаю, время настало. Отлично. Ну, да. Ну, на следующей неделе. А пока подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках. Оставляйте отзывы, присоединяйтесь к нам в наших соцсетях. Ну, и, собственно, в соцсетях Терминвокса тоже. И аккуратно напоминаем, что есть у нашего проекта подписка с эксклюзивно закрытыми выпусками «Мрачных сказок». Это на самом стриме, в Эппле, в ВК, на Патреоне и на Пусте. Ну, а в комментариях, как всегда, пишите, о каких обычаях нам еще стоит поговорить в следующих выпусках. И какие сказки в связи с этим прочитать. Меня зовут Надежда Рычкова. А я Митя Лебедев. И на сегодня все, дружище. Все. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки, украшала и писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алены Христианова. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.